Ольга Горничар Ольга Горничар Ольга Горничар Я надеюсь, что я дарила в тот момент радость, потому что, конечно, профессионально это были только такие первые, скажем, шаги. Поэтому для меня лично я поняла в тот момент, что это была радость и что я хочу дальше продолжать этим заниматься. Первая песня, сольная на сцене, это был школьный аппарат Таня Овсиенко. Был тернистый, не только был, он и есть тернистый, я вам скажу больше, потому что и сейчас, вот уже в этом возрасте, имея какой-то статус, я все равно продолжаю идти. И эти шаги, конечно, очень тяжелы, потому что конкуренция большая и очень все сложно. Приходится идти, идти и доказывать, что ты все-таки чего-то стоишь и ты нужен именно на этой сцене. Ну, конечно, зритель. Если я вижу улыбку, если я вижу эти горящие глаза, если я вижу, что хоть кому-то одному я симпатична, и меня воспринимают именно положительно, то, значит, я на сцене не случайно, а это мое предназначение. Если я приезжаю в городок или я выступаю, например, на какой-то большой-большой сцене, для меня зрители везде одинаков. Мне главное суметь донести то, что я хочу донести, и главное, чтобы я была услышана. Прежде всего, конечно, это текст, песни, музыка, песни самой, да, это аранжировка обязательно, грамотная, вкусная, интересная. Это смысл, который заложен в песне, но и, бессловно, донесение ее, то есть ее прочтение. И насколько артист может ее донести до зрителя. Это в чувствах, это в эмоциях, которые ты доносишь до людей. То есть ты должен не только спеть, конечно, но и сыграть. Но, понимаете, как я, наверное, в силу опыта уже своего, ну, наверное, не играю. То есть я как чувствую, так и людям и преподношу. Но детей, вот начинающих, да, деток мы всегда учим, чтобы они представляли. И, наверное, ну, тут немножечко, наверное, включаются какие-то актерские качества, вот как мне кажется. Что касается взрослых людей, вот в частности меня, да, то я все-таки, наверное, искренне уже доношу то, что я хочу донести. У меня есть одна песня такая, которую я не то чтобы перевоплощалась, но, наверное, я задумывалась, что все-таки именно исполнитель хотел донести этой песне, что он хотел рассказать. И я, наверное, просто эту песню перекладывала на свой творческий, свою творческую жизнь, на свой творческий путь. Именно вот мой путь, песня Франка Синатра, да, которая стала для меня, наверное, одной из самых значимых песен. И в этой песне Франк Синатра хотел именно сказать что-то о своем творческом пути. Я, соответственно, когда исполняю эту песню, хотела сказать что-то о своем творческом пути. В силу того, что я обладаю достаточно неординарным низким тембром голоса, я вообще люблю исполнять мужские песни, это раз. Во-вторых, я люблю переделывать песни, то есть брать противоположность. Если это женская песня, это не значит, что я должна пить женщину, как мне кажется. Мне, наоборот, хочется взять мужскую и исполнить ее в женском, абсолютно в новом ключе каком-то. Что-то такое, что было неординарное. Поэтому именно, наверное, поэтому я решилась на эту песню. Во-первых, во-вторых, мне песня эта очень нравится. Мне нравится, во-первых, сам Франк Синатра как исполнитель. Мне нравится именно эта песня. И я, наверное, почувствовала, что она может быть моей в каком-то новом исполнении. Поэтому я и решилась на это исполнение. В первую очередь, мои авторские песни, которых уже достаточное количество. Вот я в том году выпустила свой сольный альбом. На подходе уже скоро другой. Поэтому, конечно, это свои авторские песни. Это и русские песни, это и белорусские песни, это и песни на английском языке. То есть репертуар достаточно обширный. Естественно, мы все артисты, которые уже состоялись, делаем акцент всегда на своих авторских композициях, которые являются также и быстрыми, и медленными, и разного характера. Для того, чтобы мы смогли исполнять эти песни на любого зрителя, скажем так. Для любого зрителя. Сложно, во-первых, эмоционально для меня лично. В эмоциональном плане, потому что ты переживаешь, ты волнуешься. Ты думаешь так, а что получится, что не получится. Сможешь ли ты донести это до зрителя. Ну, вы знаете, это волнительно, да. Но вот лично у меня волнение проходит спустя, наверное, 10-15 секунд, как я только вышла на сцену. Потом ты полностью растворяешься об этой музыке, полностью растворяешься в своем выступлении, полностью видишь глаза зрителя и забываешь про все. Есть много исполнителей, которые мне симпатичны. Есть много, кто мне симпатичен по вокалу. Есть много, кто мне нравится по песням. Но чтобы вот сказать кого-то одного назвать, я, честно, затрудняюсь. Я вообще стараюсь никому не подражать. Я просто стараюсь у кого-то взять что-то, наверное, полезное, может быть. Ну, нет такого исполнителя, которому бы я сказал, все, хочу быть так, вот как он. Нет. Это другое, ну, потому что первоначально, когда я делала свои первые шаги, у меня, безусловно, за плечами там было... Я имею в виду первые шаги именно уже профессиональные, на профессиональной сцене. У меня, безусловно, было очень много фестивалей, благодаря которым я накопила свой именно творческий опыт, благодаря которым я стала больше уметь, знать. Вот. Но дальше уже фестивали, да, те же фестивали, которые я уже прошла, благодаря этим победам, они мне дали старт именно в творчестве как профессионала. То есть меня стали приглашать на многие международные конкурсы именно в качестве члена жюри. То есть благодаря одной победе, второй победе, именно я уже возросла как именно профессионал. Поэтому конкурсы, они и в профессиональном плане помогают, и в карьерном плане помогают, и в творческом, и в вокальном, и в любом. Да и вообще это, на мой взгляд, это знакомство, это друзья, потому что очень многие фестивали мне дали. Вы не представляете, сколько много друзей, сколько много стран. Благодаря этому я общаюсь, я живу, я развиваюсь, и я в тренде вообще, что происходит в мире, и где, и как. Они только начинают свой творческий путь, да, ну, многие из них. Поэтому я всегда учу, чтобы они, во-первых, чтобы это им нравилось, всегда. Любой ребенок, вот на мой взгляд, должен заниматься каким-то делом, будь то спорт, будь то там вышивание, рисование, музыка. Если ребенку нравится это, даже пусть он не будет супер, там, артистом, даже, может, в будущем он и не станет, да. Но главное, чтобы ребенок был чем-то занят, ему это нравилось, и он, ну, конечно, достойно делал это. И я пытаюсь научить все-таки, наверное, любить музыку и доносить ее для зрителей. У меня не было музыкальных ни мамы, ни папы, ни дедушки. Ну, все мы, конечно, родственники пели за столом, громко, красиво. Но именно в профессиональном плане нет. У меня я первый открыватель, и, соответственно, мой ребенок, как бы, я не думаю, что это будет династия, не династия. Посмотрим, что будет дальше. Главное, что ей это нравится, она развивается, у нее это получается. Она обладатель уже многих международных наград, да. И она с удовольствием в это творчество вникает. Она все время, мама, и я, мама, и я, мама, я, куда ты поедешь? И я хочу, мама, и я. То есть у нее есть желание, соответственно, если ей это нравится, пока на данном этапе, ну, пожалуйста, там дальше посмотрим. Я не ставлю себе цель сделать из нее артистку, нет. Дети наши свойственны выбирать то, что им нравится. Поэтому я всегда приму любой ее выбор с большим удовольствием. День за днем, а дни заботы, жизнь бывает нелегка. Но когда закроем тучи, небо слов, и все не так, как весенний солнце лучи, вдруг появится чудак, человек-чудак. Мне радует, когда все кругом радостные. Вот честно, вот честно вам говорю. Если люди с улыбками, если люди в хорошем настроении, если люди улыбаются, у людей все хорошо, то меня это тоже радует, вот честно. Мне радует, что мы все здоровы по мере возможности. Мы рады, что мы можем ходить, улыбаться, работать, пахать. Рада, что меня окружают очень хорошие люди. Я стараюсь свой положительный заряд энергии тоже дарить им. Конечно, не без помощи моих родных и близких, потому что без этого никак. Я бы, наверное, тогда ничего не успела. Но вы не поверите, я готовлю дома суп, я готовлю дома все остальное. Я все успеваю, делаю уроки, заплетаю косички, как любая нормальная мама. В тот период, когда я отсутствую, конечно, этим занимается муж, помогает мама, папа. Поэтому все успеваю, и я вообще люблю готовить. Поэтому я только, мне вот, дай не музыку послушать в свободное от работы время, а дай чего-нибудь интересного приготовить. Там печенюшки, коржики у меня. Мужчины в семье это любят, поэтому я только с большим удовольствием в плите. И вот так. Порой ее так открываешь, что думаешь, хватит ли ее на всех вообще. Ну, конечно, а как без души? Душа в первую очередь. Тем более, когда ты уже профессионал, когда ты уже имеешь опыт, то тебе только остается пить душой. Ну, то есть, мне так кажется. Не навреди другому, мне так кажется. Не сделай плохо другому, не сделай больно другому. Не соври и не завидуй. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ